Как же так? Они могут, а я нет? Что произошло с Косторной после перехода к Плющенко? Лучшая фигуристка мира превратилась в собственную бледную тень. Все из-за побега от Тутберидзе? Возвращение Алены Косторной на вершину будет сродни рождественскому чуду. Еще недавно лучшая фигуристка прошлого сезона собирала золотые медали, и единогласно признавалась самой сбалансированной фигуристкой планеты. Но после перехода к Евгению Плющенко Алена растеряла практически все козыри, и испытывает серьезные проблемы с попаданием в сборную России на главные старты. Неужели всему виной скандальный побег от Тутберидзе? И есть ли у Косторной реальные шансы на возрождение? Талант Косторной был очевиден уже в юниорах. Одаренную фигуристку болельщики заметили еще в первом юниорском сезоне. Алена поражала изумительным скольжением и чувственными образами, не характерными для юниорок. Не обладая сложнейшими прыжками, она все равно выделялась на фоне техничных соперниц и быстро заслужила симпатии болельщиков и специалистов. Как неудивительно звучит, в 15-летней фигуристке увидели олицетворение женского фигурного катания. Но даже такие авансы без элементов ультра-си мало что значили в плане результатов. И Алена это прекрасно понимала. Все эти разговоры в духе. А если бы ты делала тройной аксель, все прыгают ультра-си, а ты – нет. Меня это задевало. Как же так? Они могут, а я – нет. По-хорошему, такие разговоры меня разозлили. Я решила, что все, на следующем старте я буду прыгать тройной аксель, признавалась Алена. Из слабого звена в победительницу. Косторная сдержала данное самой себе обещание, и на первом же взрослом турнире поразила публику эталонным тройным акселем. Алена с легкостью разгромила Елизавету Туктамышеву на Финландии от Роуфи, затем оставила без шансов Алину Загитову и Рику Кихиру на этапах Гран-при, а потом забрала титул и победительницы финала Гран-при чемпионки Европы. А ведь еще в начале сезона ее считали слабым звеном. Неожиданно для многих Косторная стала главным триумфатором сезона, оставив Трусову и Щербакову неудел даже без четверных прыжков. Этери Георгиевна искренне радовалась результатам своей ученицы. Было видно нежное отношение тренера к яркой и дерзкой фигуристке. Казалось, что из четверки своих взрослых спортсменок Тутберидзе выделяет именно Алену. И если переход Трусовый еще имел какие-то предпосылки, то предсказать трансфер Косторной было невозможно. Спонтанный переход к Плющенко. О точных причинах перехода Косторной к Плющенко мы, наверное, не узнаем никогда. И хотя Тутберидзе уверяла, что фигуристка все решила еще в мае, решение Алены больше похоже на спонтанное. Девушка провела предсезонную подготовку со старым штабом, поставила обе соревновательные программы, а потом бросила все и ушла в другую школу. Да еще и с травмой, как позже рассказывал Плющенко. Именно повреждения своей новой подопечной Евгении использовал в качестве оправдания ее спада после скандального трансфера. На открытых прокатах Алена показала только короткую программу, в которой выглядела бледной версией самой себя. Отсутствие былой легкости и неуверенность в прыжках не внушали оптимизма, но у обладательницы двух мировых рекордов по-прежнему оставалось время, чтобы подойти на пике формы к этапам Кубка России. Разгром от трусовой и разочаровавшая программа. После этапа Кубка России в Казани опасения относительно перспектив Косторной только усилились. Алена не прыгала тройной аксель и проиграла Александре Трусовой 20 баллов. Еще в прошлом сезоне такую пропасть между фигуристками было сложно представить. Но регресс Косторной был очевиден. Прыжки стали неуверенными и потеряли прежнюю пролетность. Просели вращения и появились нелепые ошибки на дорожках. Не спасало ситуацию даже коронное скольжение. Разочаровала и произвольная программа от топового хореографа Шолин Бурн. Долгожданная постановка выглядела пустой и неинтересной, не подчеркивала сильные стороны фигуристки и была лишена каких-то тонких находок, без которых не обходится ни одна работа Бурн. Возможно, в тренерском штабе просто решили убрать предложенные хореографом фишки, чтобы не усложнять программу. Не произошло прорыва и на московском этапе Гран-при. Косторная откатала чисто, но без присущего ей ранее шарма. Если раньше Алена выделялась на фоне соперниц, то тут будто бы потерялась среди них. Казалось, снятие Щербаковой и провал Трусовой подарят Алене победу, но даже в таких условиях и без грубых ошибок она не смогла опередить Елизавету Туктамышеву. С того момента Алена больше не соревновалась. Фигуристка заболела вирусом и пропустила этап Кубка России и чемпионат страны. Сейчас уже очевидно, что Плющенко принял верное решение, сняв Косторную с соревнований. Вряд ли Алена могла бы хоть что-то противопоставить фееричным прокатам Щербаковой, Валиевой и Трусовой. Сможет ли Алена на что-то рассчитывать? Косторная постепенно начинает превращаться в фигуристку из прошлого. Настивший период взросления, травмы и новые методы тренировок будто откинули Алену на несколько шагов назад. В то же время соперницы не стоят на месте и продолжают раздвигать границы возможного. Все идет к тому, что Алена может не попасть на свой первый чемпионат мира. Без тройного Акселя и прежнего Блеска ей будет тяжело побороться за два оставшихся места в команде с Трусовой и Туктамышевой. А в следующем сезоне в борьбу за участие в главных стартах включатся Валиева, Усачева и другие сегодняшние юниорки. С Плющенко Алена собирается играть в долгую и рассчитывает отобраться на Олимпиаду. Конечно, можно предположить, что они специально жертвуют этим специфичным сезоном ради борьбы за игры в Пекине. Но при высочайшей внутренней конкуренции в России добровольно терять сезон – непозволительная роскошь. Постоянные пропуски турниров и отсутствие серьезных чемпионских заявок способствуют падению авторитета спортсменки у арбитров. Если раньше Алена имела преимущество в компонентах, то теперь ей все сложнее добиваться прежних показателей, в то время как к другим фигуристкам российские судьи весьма благосклонны. На словах Плющенко и Косторная не сомневаются в успехе своего сотрудничества и готовы работать ради будущих побед. А значит, все еще есть вероятность, что Алену ждет чудесное преображение и возвращение на вершину. Но пока кажется, что от скандального решения спортсменки больше всего выиграл и ее бывший тренер Этери Тудберидзе. Начни Алена сбавлять в хрустальном. И болельщики тут же бы заговорили, что Этери не умеет работать с повзрослевшими фигуристками. А так проблемы Косторной лишь подтверждают, что доминировать можно исключительно под крылом Тудберидзе. Наверняка, Алена очень хочет изжить этот обидный стереотип, но пока достигает лишь обратного эффекта. Субтитры сделал DimaTorzok